Теплая и светлая зима. В мэрии Архангельска обсудили, как проходит отопительный сезон в городе и что делается для качественного освещения областного центра. Здание детского сада в поселке Турдеевский находится в аварийном состоянии, где разместить детей на время ремонта учреждения этот вопрос на контроле у мэрии. Разговор о самых насущных вопросах жизни поморской столицы в программе «Отчет о прямых линиях», которые на этой неделе завершились в редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы». Архангельск узнал имена женщины года и самого лучшего папы, кто получил дипломы поистине народных конкурсов, расскажем через несколько минут. На страже порядка в поморской столице чествовали сотрудников полиции, которые отметили свой профессиональный праздник. Календарная зима еще не наступила, но городские теплосети уже полностью готовы к холодам и морозам. Энергетики завершили ремонт и в последние недели решались вопросы по созданию топливных запасов. Об этой и других темах специалисты говорили на совещании в мэрии областного центра. Поддержание необходимого температурного режима в домах и учреждениях социальной сферы города – главная задача в разгар отопительного сезона. Под пристальным вниманием муниципалитета запас топлива на островных территориях. На остров Бревенник завезено 600 тонн каменного угля. Это обеспечивает бесперебойную работу котельных до конца отопительного сезона. На Кега – 235 тонн, Хабарка – 1950 тонн. Все 100% до конца отопительного сезона. На совещании энергетикам была поставлена задача ежедневно контролировать работу котельных и на материковой части города. – Максимальное усилие приложить, потому что новогодние праздники не за горами. Фактически у нас осталось полтора месяца. То есть необходимые запасы, чтобы мы прошли, скажем так, вот эти все разрывы выходные, чтобы у нас проблем с топливом обеспечением не было. В центре внимания городских властей – освещение Архангельских улиц. Сегодня муниципальное предприятие «Горсвет» завершает несколько крупных ремонтов на электросетях. – Ремонт Троицкого проспекта. Опоры уже заказаны. К 21-му должны прийти, к 23-му должны начать работу. Продолжается работа и по внедрению системы энергосбережения. В ближайшее время специалисты «Горсвета» планируют установить около 200 светодиодных светильников. – Я думаю, что муниципалитет все равно будет анализировать текущий статус и ситуацию «Горсвета». Переходить, конечно, на новые системы освещения городу жизненно необходимо. Увеличивается и транспортный поток, и пассажиропоток увеличивается. В ноябре предприятие «Горсвет» начнет монтаж новогодних иллюминаций в округах Архангельска. Зажгутся огни и на Чумбаровке, где по традиции будет установлена елка – главный символ Нового года. Детский сад в поселке Турдеевский необходимо сохранить. Такова позиция мэрия Архангельска. Здание дошкольного учреждения находится в аварийном состоянии. Сейчас решается вопрос о том, где разместить детей на время ремонта детсада. Детский сад в Турдеево – один из самых значимых здесь социальных объектов. Его посещают более 50 маленьких жителей поселка. У Марины Ануфревой сюда ходит старшая дочь. Двое младших ждут своей очереди. В сентябре детский сад был принят комиссией. Начали учебный год. Однако сильные дожди и подъем грунтовых вод привели к повреждению основания здания. Находиться там сейчас опасно. Появились трещины на стенах, деформирован потолок. Со вчерашнего дня детсад закрыт. Дети распущены по домам. Родители боятся, что детский сад будет закрыт. Но детский садик в поселке Турдеево был, есть, будет. Дети должны посещать детский сад, должны развиваться в социуме. Сад закрыт на время проведения технической экспертизы здания и капитального ремонта. В мэрии Архангельска принято решение выделить на это средства. Уже в 2015 году сейчас мы за счет резервного фонда города Архангельска, мэрии города Архангельска, будем проводить техническую экспертизу полную с изготовлением проектно-сметной документации на капитальный ремонт. С ремонтом текущего основания, перекрытий всех, то есть стен, чтобы полностью сохранить это здание детского сада. На время капитального ремонта здания малышам предлагаются места в детских садах Исакогорского округа и центра города. Еще один вариант – разместить детское учреждение в бывшем здании школы здесь же, в поселке Турдеевский. Решение будет принято до конца этой недели. К другим темам 10 ноября сотрудники российской полиции отметили свой профессиональный праздник. Торжества по этому поводу состоялись в Архангельском городском управлении Министерства внутренних дел. Заслуженные награды, благодарности и почетные грамоты в свой профессиональный праздник получили те, кто днем и ночью стоит на страже правопорядка и охраняет наш покой. Александр Котельников этой работе посвятил 23 года. Начинал с патрульно-постовой службы, сейчас руководит изолятором временного содержания. В органах внутренних дел я служу с 92-го года. В связи с тем, что уже срок службы довольно-таки продолжительный, она уже как жизнь получается, потому что сейчас, в настоящее время, даже больше времени проводишь на работе. День сотрудников органов внутренних дел объединяет всех работников ведомства. Разные службы и подразделения хоть и выполняют отдельные функции, однако призваны решить общую задачу – наведение общественного порядка в стране. От имени Архангела Городцев поблагодарил сотрудников городской полиции за обеспечение безопасности горожан, исполняющие обязанности главы муниципального образования город Архангельск Святослав Чиненов. Сегодняшние сотрудники – это не только физически крепкие и спортивные люди, это классные специалисты, имеющие высшее юридическое и экономическое образование. Продолжая традиции предыдущих поколений, сотрудники органов внутренних дел делают все для укрепления единства в обществе. Надежность защиты, прав и свобода граждан. Самоотверженность, мужество, героизм, проявляемый вами при выполнении служебного долга, способствует росту доверия жителей города Архангельска к своим защитникам. От всей души поздравляю вас и ваших близких, желаю вам новых успехов в службе, доброго здоровья, счастья и благополучия. Стоять на защите охраны правопорядка – особое призвание, поскольку от работы каждого сотрудника полиции во многом зависят наши покой и безопасность. В Поморской столице назвали имена женщины года и самого лучшего папы. В канун Дня матери и Всемирного дня ребенка в Архангельском городском культурном центре подвели итоги ежегодного конкурса. Слово Екатерине Грицыенко. Все происходящее на сцене больше было похоже на конкурс красоты. Трудно поверить, что эти 12 блистательных женщин – заботливые мамы, которые добились успеха и в своей профессии, и на поприще общественной деятельности. Ольга Карельская стала победительницей в номинации «Тепло материнского сердца». Вместе с супругом Сергеем она воспитывает пятерых детей. Мне кажется, что самое главное в жизни женщины – это ее призвание действительно быть мамой, любящей супругой и терпеть в семье все какие-то невзгоды, распределять друг на друга. Участковый педиатр, аспирант медицинского университета, руководитель школы благополучия для подростков Северного округа Анна Павлова получила диплом номинации «Женщина и общественная деятельность». Женщина должна быть разносторонней, яркой, увлекательной и увлекающейся. Она должна быть интересной, поэтому для меня абсолютно важно все. И вот для всех участников и зрителей наступает самый волнующий момент. Остаются секунды до объявления имени победительницы конкурса «Женщина года». И в этом году ей становится бессменный руководитель общественной организации «Клуб любителей лошадей» Наталья Парафеева. На вопрос, что помогает ей добиваться больших результатов и делает жизнь счастливой, Наталья отвечает просто. «Любовь, вообще просто любовь. И я вообще всем жителям желаю в своем сердце любовь. Вот говорят, красота спасет мир. Нет, мир спасет только любовь. И пусть в каждом сердце она будет». Организатор конкурса «Мэрия Архангельска» не обошла признанием и самых замечательных пап нашего города. Финалистами премии «Самый лучший папа» стали 17 архангелогородцев. Победа же досталась отцу троих сыновей – Виктору Карельскому. «Когда передаешь свои знания детям, они впитывают их как губка. Впоследствии они к этим знаниям приложат часть своих знаний и передадут их своим детям. И от мысли, что твой далекий потомок будет использовать частичку твоих знаний, испытываешь гордость». Конкурсы «Женщина года» и «Самый лучший папа» проводятся мэрией Поморской столицы в рамках целевой городской программы «Семья и дети Архангельска». Эти конкурсы дают возможность, прежде всего, любому архангелогородцу заявить о себе, рассказать о своей семье, наверное, где-то воплотить в жизнь те мечты, то творчество, которое, может быть, еще не удалось реализовать в юности, в молодости. Рассказать о своих детях, рассказать о своем творчестве, рассказать о своей семье. Эти семейные конкурсы не случайно выпали на последний месяц осени. 15 ноября отмечается День отца. 20 ноября состоится Всемирный день ребенка, а 29-го – Всероссийский день матери. Праздники, которые еще раз напоминают, как важно беречь своих родных и близких. Ежедневно с 8 октября в редакции газеты «Архангельск. Город воинской славы» проходили прямые телефонные линии с представителями мэрии. Горожане смогли получить ответы на волнующие вопросы непосредственно от специалистов. Завершилась серия диалогов с читателями на этой неделе. Обзор подготовила Мария Воробьева. На прошедшей неделе открыл прямую линию с архангелогородцами глава департамента городского хозяйства Владимир Плюснин. Диалог с читателями газеты «Архангельск. Город воинской славы» начался с вопроса безопасности на дорогах. На Троицком проспекте периодически лихачи-автомобилисты сносят леерные ограждения. Их обломки потом какое-то время валяются на тротуаре. Последний раз такую картину наблюдал у медуниверситета где-то месяц назад. Кто вообще должен их убирать и затем восстанавливать эти ограждения? Леерные ограждения у нас обслуживают предприятие, которое содержит данный участок автодороги. Они входят в муниципальный контракт. Если горожане видят обломки ограждения и они валяются, у нас есть телефон в городе 20-43-12. Это что за служба? Это информационная служба мэрии города Архангельска. Тогда вы можете задать вопрос, касающийся городского хозяйства, аварийных случаев. Гостем прямой линии стала и директор департамента финансов Людмила Карпова. Большинство вопросов архангелогородцев касались заработной платы. На следующий год не планируется улучшение заработной платы среди бюджетников. Вот, например, сейчас работников детских садов. У нас по поводу работников бюджетной сферы, ну и вот конкретно воспитателей детских садов, действуют указы президента. И мы планируем в следующем году, что эти указы мы будем соблюдать. В соответствии с указами тот процент, который в этом указе обозначен, там, по-моему, 100% идет от уровня, сложившаяся по области. Мы его обеспечим и в 2016 году. Архитектурные преобразования главных улиц столицы Поморья стали ключевой темой телефонного диалога горожан с заместителем директора департамента градостроительства мэрии Архангельска Евгением Бастрыкиным. Очень люблю гулять по набережной. Я считаю, вообще ее одной из визитных карточек нашего города. Слышала, что собираются делать какую-то масштабную реконструкцию, продлевать ее в сторону железнодорожного моста или чуть дальше. Это правда? Ну, такие намерения есть. Мы выделили, допустим, одну зону. Это зона, допустим, пляжа. Там ее проработали, наш департамент ее прорабатывал. Потом там в районе Пурнаволка у нас проработки. Вот сейчас идет стройка в районе между Домом пионеров и строящимся собором. Там у нас тоже предполагается. Рядом строятся пограничники. И пограничники тоже выразили желание благоустроить и там сделать парковку. И, естественно, пешеходную зону. Полную версию прямых линий с представителями муниципалитета читайте на страницах городской газеты «Архангельск. Город воинской славы». Вот такие новости на этой неделе. Я прощаюсь с вами с пожеланиями всего самого доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова